Верно, как говорил мой брат, громадины всегда считают нас шайкой воришек Так что если мы не будем торговать, нас просто нигде не примут Ха-ха, хороший аргумент А разве вы не... Ха-ха-ха, разве вы не шайка воров? Фу, какая гадость Как может быть так говорить? Конечно нет Да, мне бы этого хотелось Это хорошо, хорошо Позволь Дешная подготовиться, мальчик И мы посмотрим, что тебя ждет в будущем, ладно? Сегодня очень холодно, дорога, как видите, сейчас опаснее, чем обычно Опаснее, чем вы думаете Сюда, давайте сюда свои... Ха-ха, блин, тот, кто писал о диалоге, просто гений Вы посмотрите, как идеально вписалась эта фраза Ха-ха, я прям... Ха-ха, сегодня прохладно Сейчас опаснее, чем обычно Опаснее, чем вы думаете Давайте сюда свои вещи, живо Просто гениально, блин, обалденно Вообще классно сделано Ребеншки, всем привет, добро пожаловать на прохождение Замечательные игрушечки Нейрон Интернайт Схэдс Эдишн Дополнение Шэдоус оф Андернтайн Что-то там, какой-то Андертайт В общем, первое дополнение На всю нородскую Проходим В прошлой серии мы прибежали в деревню Помогли здесь всем, да, с квестами Освободили от гобальтов Кобальтов Вот, и нам надо сейчас Получаться эти травы Которые мы тут добыли А чё это с нами? Ходит, не ходит? Стыд, чё-то на месте В общем, мастеру нашему отнести Чтобы его вылечить Вот, поэтому я предлагаю этим заняться Мы вроде как везде побывали Кроме выхода Вот, давайте тогда и отправимся туда Посмотрим Вообще, вылечит его Или чё Или всё Я первый раз играю Об этом я не знаю Ладно, не знаю Так Тут где-то тут болезнь Вот здесь уже совсем О, кстати, останки какие-то Блин, там какое-нибудь говно Которое я не захотел брать, да А не, ключи с моряка Но Вот Ключи Они уже нам не нужны Но я просто беру Чтобы Это обязательно Это обязательно Так Ладно, попёрли Так Ну чё Я притащил Есть новости Об артефактах? Нет У меня есть действительно Некоторые нужные тебе травы Хвала богам Дай посмотреть, что у тебя есть Ладно, прекрасно У меня есть все травы для Дрогана Спасибо, Витамин Ты прекрасно справляешься Вот, это должно помочь Надеюсь, скоро появятся признаки улучшения И могу я чем-нибудь ещё помочь? Ты можешь меня телепортировать куда-нибудь Сейчас никуда Так, ладно, всё Мастеру Дрогану мы помогли Поэтому всё Видимо нам Я так понимаю Нам пилить надо За пределы города Да Что мы сейчас и сделаем Вот А вот интересно Вот если бы мы Не притащили вот эти Травы обратно Интересно Как-то это отразилось бы На основном сюжете Повер бы этот Бармалей бы или нет Вот интересно даже Подожди, а чё здесь? А, я Тихо ты Я знаю, чё там здесь Там просто другой выход Блин, такая Ковнотушка мелкая, да А заходишь туда внутри Прям Гарри Поттер Честное слово Так, ладно, попёрли Вершина Восток У, смотри Здесь карта прям вся открыта А, так это ещё и А, нет А, да Это получается Продолжение города Да Тенка караванов Блин, стука тут Имён Просто кошмар Ранение, ранение А, господи Кто это? Бир А, вот, Биргер Ну-ка давай Ворчание Барматание Не обращайте на него внимания Мой брат немного говорит Особенно сегодня Когда мы все так испуганы Этой потасовкой Так, Фуртен Да Привет, Грабадина Осторожно, смотри, куда идёшь У нас тут одни полурослики Мы обычно по ногами попадаемся По крайней мере, так всегда говорят Громадины Кто ты? Фуртен, меня зовут Ворчание Барматание Это мой брат Бирген Он у нас молчун Не возражайте, если я задам вам пару вопросов Вам лучше бы поговорить с Катрианой Она ведёт караван, знаете ли Но, блин, нифига кто там За окном Тут Смотри, тени как прикольно сделано Это что такое? Это от чего тени такие? А, это от стражника Нифига я думал Солнце с ума сошло Блин, пипец Это факт От стражника, обалдеть Так Вам лучше поговорить с Катрианой Она идёт караан, знаете ли Но, эээ, вы можете спросить меня Ни о чём хотите Что тут случилось? Так ведь с нами случилось то же Что и с остальной вершиной На нас напали кобальты Проклятые мрази Думали, что мы не заметим Как они нас грабят Так, ага Да, брат, я знаю Мы хорошо их покрошили По делам им За то, что недооценили Мощь полуросликов Мощь полуросликов? Ты что, так, не будем Вот это самое Здесь вы победили их? Так значит, кобальты Вас не ограбили Ну да Так и было Конечно, они получили Не столько, сколько им бы хотелось Ну, кое-какие Припасы всё-таки унесли Знаешь, ты, брат Брат Ты прав, брат Слушай, дружище Если хочешь помочь нам поговорить С Катрианой Господи Так, а я могу поговорить с вами? Я не хочу Нашими делами Спроси её Это караван полуросликов Не так ли? Так что ли? В нём нет ничего необычного Могу побиться Об заклаж Он ничем не отличается От других караванов Которые здесь останавливаются Ну что ж, ладно Наверное Это Он Наверное Он меньше Это правда Так По мне так больше похоже На бродяг Может и так Нет никаких причин По которым мы Не можем в то же самое время Быть торговцами Верно А как говорил Мой брат Громадины Всегда считают нас Шайкой воришек Так что если мы Не будем торговать Нас просто нигде не примут Ха-ха Хороший аргумент А разве вы Ха-ха-ха Разве вы не шайка воров? Фу, какая гадость Как может быть так говорить? Конечно нет Куда вы направляетесь? Ну мы на восток Так, давай немножко откроем Ой-ой-ой Тихо-тихо-тихо Давай так немножко откроем Чтобы это-то Если что Если что Видеть Изменения А то теперь тут разговоров И мировоззрения Нет Что-то возьми Думаю на восток Через пустыню А на врог Но думаю только После того Как все вылечатся Кто здесь главный? Катриана конечно Идите поговорить с ней Если хотите Так, что случилось? Что случилось? Так, ладно Это мы знаем Вы не видели Последние временники Их кобаль Вы имеете ввиду тех Которых нас прогнали? Которых мы прогнали? Да, думаю, да Ториас говорил Что видел нескольких Бежавших с севера Они вышли через ворота А-а-а Подожди Так это Э, они их завалили Что-ли Обалдеть Которых мы отпустили Ладно Я понял Давайте поговорим С этой С Катрианой Больно тут много Вот зачем подсвечивать его Пипец Стоянка караванов Еще прям Знаете Подсветь Этот самый Они останавливаются И прям О, кстати Мы наэроопыт опять получим Да? Ториас Давай ко мне их подхилить Нет, давай сначала Не будем Вдруг она попросит Их подхилить Приятно видеть вас Эй, привет У тебя случайно нет Ромовой сигар Ромовой сигары Ромовой чего? Ромовой сигары Это Ладно Забудем Я пристрастился к ним Во мне И недавно Они у меня кончились Ну Что поделаешь Простите мне Мои манеры Сэр Меня зовут Ториас А вы Меня зовут Витамин Я учусь У Дрогана В таком случае Рад познакомиться Витамин Да Ты очень наглый Полуурослик Верно? Ну Может быть Немножечко Моя дорогая дворовка Можешь Может присоединишься Ко мне Насладимся Вместе Прекрасным Вином Извини Но я никогда Не встречаюсь С мужчинами Которых я могу Случайно поломать Ого Это было бы Приятное Время Препровождения Листец Теперь Ты вот так Заговорил Ну ладно Хватит У нас есть дела Да че ты завелась-то Мужик тебе предлагает Расслабиться А вот Че-то прям Строит из себя А может ли Ториас Чем-нибудь Помочь вам Сегодня Могу я задать Несколько вопросов Ну Я с удовольствием Ответил бы На любые вопросы Мужчина Но Катриана Только просто Сделет с меня Шкуру Тогда Я должен быть На чеку На случай Атаки Кобальда Понимаете Этот караван Что-нибудь Продает Хм Ну Катриана Скажет вам Что не стоит По крайней мере Не сейчас Мы приехали В вершину Чтобы запастись А кобальды Сбежали И утащили С собой Довольно Много Всего Хотя Они утащили Только наши Легальные товары У нас есть еще Частный товар Ну Вы понимаете Что я имею ввиду Для черного рынка Вы имеете ввиду Нелегальные товары? Нет Не сказал бы Просто товары Которые могли бы Могли бы Понравиться Ну Более Утонченным натурам Инструменты Приспособленные Приспособления Для изготовления Ловушек Такие вещи Тогда Посмотрите Посмотреть Что у вас есть Короче Обычный Ворюга Конечно Подождите Секундочку Я посмотрю Что у меня есть Так Что у нас тут Нам бы надо Конечно Бонус Катахи Катахи А Бонус Курон Это наверное Только эти Блоками Да Наверное Долгой смерти Урон Курона Блин Тут все Для монахов Пипец Ловкость Плюс Один Так Нам бы надо Сапоги Скорости В этой Нашей Курушке Было бы здорово Так Сумки у тебя есть Ух ты Пыль Появление Снятие Невидимости Это очень мелкий Легкий Петаллический Порошок Одна Пригоршня Этого Порошка Брошена Воздух Прилипает К объектам Поблизости Делает Видимо Даже Невидимые Мещи Чего Кстати Мы ей Не отдали Кстати Говоря Такое ощущение Как будто Нам не зря Это сказали Поэтому Я предлагаю Отлично Я предлагаю Наверное Прикупить Сколько они стоят Две тысячи А это пыль Исчезновение Ничего Разного Улучшена Невидимость Этот мелкий Порошок Очень мелкая Легкая Металлическая Пыль Существо Которого Она коснется Становится Невидимым Пыль Появление Рассеивает Эффект И исчезновение И снова Делает вас Видимыми Также Невидимых Существ Можно определить По другим Фактором Таким Как Звук И запах Это 3700 Кальтропы Кальтропы Напоминают Большую Металлическую Арматуру С торчащими Из нее Шипами И шариками На концах Рукоятки Ими Можно покрыть Небольшой Участок Местности Существо В течении Каждого Раунда Своего Нахождения На поле С альтропами Получат До Единицы Урона Одна кучка Кальтропов Может нанести Сумарно 25 Единиц Урона Короче Типа мин Да Ну эти шипы Короче Блин Прикольно Прикольно Что тут Помимо магии Что-то добавили Вот это Крудь Так Что такое Удушающий Порошок Удушающий Порошок Сделан из-за Различных Траф И вызывает Неконтролируемые Приступы Кашля Щепотка Удушающего Порошка Может Вызвать Небольшое Зловонное Облако Которое Будет действовать В течении Пяти Раундов Любое Находящееся В зоне Облако Существо Обязано Привести Спас Бросок На стойкость В противном Случа Оно будет Ошаломлено Короче Пипец Теперь Разбойники Просто Звери Какие-то Обалдеть Я людьми Так все Скуплю Мудрый Могущественный Барт Из Муншейса По имени Фалатер Создал Первый Из этих Инструментов Для того Чтобы Испытать И награждать Сунетов Своего Колледжа Бардов С тех пор Многие Копировали Эти модели Оставляя На них Имя Фалатера В его честь На этой Трехструнной Профессиональной Людни В форме Груши Можно играть Чтобы раз в день Прочесть Заклинание Лечения Легких ран Бронемага И сна Чисто для коллекции Ребят Я не могу Мимо пройти Этого Так Это что за людня Бандура Это Бандура Фоклу Кана Могучий Могущественный Бард из Муншеса По имени Фалатер Создал впервые Первый из этих Инструментов Для того Чтобы испытать И награждать Судья Как я там Все знаю На этой Трехструнной Профессиональной Людни Можно играть Раз в день Так чтобы Она излучала Свет Свет Блин Ну свет У нас есть Я не знаю Зачем она Нужна Конечно Но чисто Чисто Чтобы она У меня была Так Кальтро Получаться Нам не нужны Авантюрин Тоже эти Давайте вот это Я предлагаю Скупим Давайте Все скупим Я не знаю Чтобы оно У нас было Может для квестов Понадобиться Денег у нас Много Вот И Рыбу тоже Это все Я порядочек Потом приведу Я уже Какую серию Обещаю перевести Порядок Но Когда-нибудь Когда-нибудь Это произойдет Когда-нибудь Вот И Непонятно То есть смотрите Разбойник Например Полутается Через полута Играть Либо через монаха Не помню Монаха по-моему Тоже нет заклинаний Вот И у нас есть Например Удушающий порошок Своеобразное Вонючее облако Да Вот это прикол Да Это прикол Теперь Больше возможностей Добавились И вот это Прям вообще Очень Это кто такой Что за фортана Фордигема Куда выпендриваться Ладно Давай с Катальяной Поговори Тебе что-нибудь Тебе что-нибудь Нужно У меня нет Времени болтать Моим Милым Нужен уход Как вы и сами Видите Почему бы Не обратиться К лерику Пара исцеляющих Заклинаний И они здоровы Нет сомнения Но Сомневаюсь Что этот клерик Высокого народа Из вершины И без нас Очень занят Кроме того У нас нет денег Чтобы заплатить заклинания За заклинания Кто ты? Катриана Меня зовут Я веду каравана Что вы кто? Меня зовут Эвидамин Я учусь у Дрогана Вот как Волшебник Двор Верно? По-моему Я его припоминаю Он иногда Просил меня Передать какие-нибудь Сообщения В другие города Платить щедро Я помню Мастер Дроган Говорил об этом Караване Что полурослики Регулярно бывают В течении Многих лет В течении Поколений На самом деле Но Это что-то Вроде Наследственного Торгового пути Которому Исследу Очень хорошо Витамин Ученик Мастера Дрогана Что собственно говоря Вам от меня нужно Мне Было бы приятно Помочь такой Славной девушке Полурослику Девушке? Это бабушка Какая-то скорее Так Давай Полурослика Ага Что может быть и так Как видите На нас напали кобальты Ничего важного Они не унесли Хотя Нет Это совсем не так Они забрали Карты Дашнай Как это не печально Что Так Кто это Дашнай Наша Предсказательница Она зарабатывает Кое-какие деньги В деревнях В которых мы останавливаемся В ее семье Эти карты были Несколько поколений Очень грустно Что мы потеряли их Если вы найдете их Мы конечно будем Очень рады Получить эти карты Назад Мы бы даже Выплатили вам Вознаграждение Правда Я ни на что Не надеюсь Бьюсь об заклад Эти кобальты Давным-давно Убежали Знаете ли Кто-нибудь Знает ли кто-нибудь Куда отправились Эти кобальты Ториас Может что-то знать Он погнался За ними Возможно Вам стоит Поговорить с ним Так Еще вопросы Видели последнее Время кобальты Вы имеете ввиду Кроме тех Что ограбили Нас и убежали Нет уж Извините Но у меня Здесь есть Очень много дел Может вы Поговорите С Торисом Или Фуртеном Они были на часах Блин пипец Эти отсылают к ней А эта Баба отсылает к ним Так вот нормально Вообще нет Так что это За караван Ну Мы торгуем Ездим от деревушки К деревушке По всем серебряным пределам Иногда мы заходим Далеко на запад Правда После того Как в Невервинтере Началась эпидемия Этого уже не бывает По большей части Мы путешествуем Но и торгуем Тоже достаточно Так что Смею сказать Нам почти везде рады Эм Вы ничего не продаете? Не сейчас Мы пришли В вершину За продовольствием А кобальты Утащили большую часть Того что мы запасли Грустный день Правда И куда вы собираетесь Направиться? Я думаю Мы попытаемся Пересечь пустыню Адаврок Товары с востока Всегда очень хорошо Продаются Когда Мы идем По этой дороге Я могу Присоединиться К вам Нам всегда Нужны охранники Так что Не знаю Почему бы и нет Но мы никуда Не пойдем Пока все Не выздоровеют Попробуйте Зайти попозже Тогда я Буду точно знать Какие у нас планы То есть видимо Мы здесь Ааа Прикольно Мы наверное здесь Все квесты сделаем И отправимся В пустыню Вот это прикол Так Разве эти путешествия Не опасны? Вообще Да Но Мы всегда Ищем Стражников И Мальчики Не были бы Сейчас В таком Состоянии Если бы Нас сегодня Не застали В распит Денег у вас Наверное Курни клюют В последнее время Нет Ну Так уж Всегда бывает Когда торгуешь На севере Так У меня еще вопрос Видите ли Пацаны Вы говорите Что ведете Этот караван? Да Как мой дедушка Как его мать А что Вам это кажется Странным? Нет Мне странно Так До встречи Ладно Давай попробуем Вылечить Я помню Что нам давали Опыт Да В таверне За это Ну-ка О 25 Красота О На ровном месте 75 опта Сюда Понимаю Быть может Ты хочешь Получить плату Но Я не просила Никого исцелеть Мы и сами Можем справиться Я ничего Вас не прошу Мне просто Хотелось Вам помочь Что я думаю Что ускорит Это ускорит Их выздоровление Нам незачем Оставаться здесь Дольше Чем необходимо Я благодарю Вас Мы просто Не привыкли Принимать помощь Вот и все Я не хотел Показаться Неблагодарной Так что Вам что-нибудь Еще нужно Мне было принято Приятно Помочь Такой славной Девушке Полуросли Вы можете Вернуть Карты Дашная Да Дашная И я буду Считать это Большой услугой С вашей стороны Ладно Все Мы опыт Получили Пойдем Так Давай Она сказала Поговорить с этими Лоботрясами Опять Да Тут наверное Все закрыто Да Ну давай поговорим С ними Да Слушаю Грабадины Так Пару вопросов Караван Так Ладно Все И с этим Ничего нового Не появилось У тебя Катриана Приятно Видеть вас Посмотреть на ваш товар Задать Да Вы знаете Что случилось С ковальтов Которые на вас напали В отличие от всех Остальных ковальтов Которые убежали Из вершины Через ворота Эти убежали На север К старой ферме Я пошел за ними Но не осмирился Войти Потому что Был один Так Некоторые из них Спрыгнули в реку На востоке Но другие наверняка Еще там Не знаю Может Они какие вещи У нас тащили Я пожалуй скажу туда Хотите присоединиться Ко мне А вы Я не могу Мне нужно остаться С товарищем Пока им не станет лучше Так что У меня не будет Никаких приключений Если вы подумаете О том Чтобы пойти туда Я советую вам Сперва поговорить С Катрианой Возможно У нее будет к вам просьба В остальном Удачи вам Отлично Отлично Ладно Все мы тут поговорили А еще какой-то Знарен какой-то Так Что у нас тут Ворота вершины Это мы отсюда Приперлись Да Да нет Мы снизу Приперлись Да Вот У нас здесь Какой-то дом Блейка А это не Блейк Это Заре Приветствую Проклятый день Проклятый ветер Проклятый день Проклятый ветер Никак не успокоиться Закончится когда-нибудь Этот неводосимый холод Как вообще В таких условиях Может существовать Цивилизация Кто ты Меня зовут Зарен И я волшебник Из Тея А вот Так они же Он же злой Нет А че он добрый Обалдеть Они же все Вообще Маньяки Какие-то И честно говоря Если этого Заявления Недостаточно Чтобы заставить Вас повернуться И уйти Я могу сказать Что это Отличное начало Зачем мне уходить А вы никогда Не слышали О красных волшебниках Тея О том Какие мы Злобные негодяи Которые продают Душу демонам В обмен на власть Чему они вас учат В этих школах Для искателей Приключений Что ж Это свежий подход Но все же Он немного Меня пугает Я не смогу Рассудить вас Пока не узнаю Больше То самое отношение Которое мне Так отчаянно Нужно На сего момента Мне не удавалось Встретить ничего Кроме предрассудков И возмутительного Отсутствия Вежливости Моя госпожа Леди Дмитрофлас Торчон Элтабара Много трудилось Чтобы добиться Прекращения Внутренних Расприфтея А также Изматывающих И дорогостоящих Воин Тея С соседями Звучит ужасно Благородно Пожалуйста Не сочтите Что она действует Из чистого Альтруизма Тейцы в жизни Ценят две вещи Золото И власть Часть ее плана Показалась Другим Правителям Нашей страны Сколь много Можно достичь Мира Та и начал Учреждать Магические анклавы В городах По всему Фаерурал В этих анклавах Магические предметы Самых разных сортов Продаются Всем У кого есть деньги На сих пор Анклавы Действовали Очень успешно И престиж Леди Фласс Рос Так почему Вы здесь? Мы Вы должны Понять Что обычно Мы учреждаем Что мы Учреждаем Анклавы Только в больших Городах Где торговля Идет байка И прибыли Высоки Несчастье Нам очень трудно Получить разрешение От местных Правителей На северо-западе Боюсь Впереди нас Бежит Слишком Плохая Репутация Местный Мэр Недальновиден И запрещает Не основывать Анклавы В вершине А мы Надеялись Хорошо Зарекомендовать Себя Здесь В серебряных Пределах И потом Начать Расширяться Дальше Вот черт Его знает Мне кажется Какая-то Подоплека Здесь есть Тэ Вообще Просто Они Вообще Просто Маньяки Нормальные Вот реально Просто Психи Все Поголовно И У них Этот Кружок Любителей Колдовства Мне кажется Они Можут Вот эти Анклавы И потом Вербовать Как Сейчас С Маугримом Вот эта Вся шляпа Была Вот что-то Очень похоже Я всегда Знал Что Верон Болван И это Может Помочь Вершине Превратиться В процветающий Центр Торговли О Я смотрю Твоя подруга Смекалистая Она Права И я Говорил Мэру То же самое Насколько Вы учитесь У Дрогана С вашим Мнением Здесь Считаются Я надеюсь Что вы Попытаетесь Убедить Мэра Что мое Присутствие Здесь Для него Только Выгодно О Он Нам Он Деньги И власть Да Давай Раз Деньги И власть И что Мне Вы можете За это Мне предложить Я могу Заплатить Вам Сто Золотых Насколько Я понимаю В такой Маленькой Деревушке Как Это На такие Деньги Вы могли Бо купить Себя Маленькую Ферму Да Еще и Ферму В придачу Болван Видел бы Сколько у меня денег Так Наверное Тут бы И помер Просто От зависти Сразу Вольнулся Прямо Окоченел И все Лучше бы Никогда Мне вставал Так Давай Первым скажу Этого Недостаточно Этого Недостаточно Это все Что я могу Себе Позволить Если вы Этого Не сделаете Я просто Поеду В следующую Деревню А потом В следующую Пока Я не найду Кого-нибудь Способного Прислушаться К доводам Разума Я знаю Что здесь Найдется Хоть кто-нибудь У кого Отморожены Не все Мозги Я подумаю Что можно Сделать Это все О чем Я прошу Спасибо Что оказали Любезность Незнакомцев Вы будете Вознаграждены За это А как Насчет Маленького Аванса Всегда Приятно Наладить Отношения С теми С кем Приходится Иметь дело Золото Помогает Укреплению Связей Нам Короче Чувствует Дорога Туда Просто Здесь Десять Золотых Если Вы хорошо Справитесь С работой Я даже Могу Забыть О том Что Вы Получили Аванс Удачи Мой Юный Друг Так Подожди Приветствую Так Я здесь Чтобы выгнать Вас из города Злобный Маг Несколько Вопросов Так Что Собственно Представляют Собой Эти Красные Волшебники Красные Волшебники Про Т Т Не знаю Какого Т По идее В раннем Возрасте Мы проверяем Если У наших Детей Магические Способности Детей У которых Такие Способности Есть Мы Учим В школах Мы Учимся Развивать Свои Силы До Максимума Поэтому Многие Умирают В молодости Так И не Став Красными Волшебниками Учителя Очень Строгие Так Что Вашему Брату Студенту Приходится Еще Тяжелее Я же Говорил Манекин Даже После Получения Статуса Красного Волшебника К вам Будут Относиться Лишь Чуть Лучше Как Чем К рабу Проходит Много Лет Прежде Чем Сильный Практик Займет Подобающее Положение В обществе Если Это Так Трудно Зачем Вы Этим Занимаетесь А Какой У нас Выбор Либо Это Либо Смерть Такова Жизнь Есть И Хорошие Стороны В том Чтобы Быть Красным Волшебником И Я Не Буду Рабом Как Мои Родители Не Могу Сказать Что Я Помню Моих Родителей Но Я Точно Знаю Каково В Т Приходится Рабам Нет Я Не Променяю Свою Судьбу Ни На Какую Другую Из Возможных В Т Но Хватит Об этом Есть У вас Другие Вопросы А Разве Красные Волшебники Не Путешествуют Обычно С Рабами Часто Это Именно Так Но Поскольку Мы Обнаружили Что В этой Части Мира Рабство Не Приветствуется Я Оставил Своих Рабов И 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 Если бы Мне Позволили Основать Здесь Анклав Я И И И И И И И И Рабов Хотя Рабов Конечно Пришлось Бы Держать В Доме Чтобы Не Оскорблять Других Жителей Дерек Так Вы Планируете Привести Вершину Рабства Анклав Не Должен Позорить Тай Так Что Я Не Стану Торговать Рабами Ни Покупать Их Ни Продавать Они Будут Оставаться В моем Доме И Принадлежать Только Мне Кроме Того Я Могу Гарантировать Что Условия Их Жизни Будут Здесь Гораздо Лучше Чем Могли Быть В Тае Я Не Обращаюсь Дурно Со Своими Рабами Это Не Экономично Не Так Ага Так Значит Если Бывы Учредили Здесь Анклав Вы Бывы Помогли Защищать Деревню Вот Это Здравый Смысл Вряд Ли Я Смог Быв Успешно Вести Здесь Дела Если Деревню Захватили Монстры Правда Мои Стражники И мои Магические Способности Могли Помочь Вершине По моему Доходное Дело И для Вас И для Деревни Да Это Было 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 Очень Выгодно Для Обеих Сторон Хотя Я И сомневаюсь Что Моя Прибыль Была Бы Так же Высока Как В Больших Городах Но Все Равно Здесь На Севере Много Искателей Приключений Думаю Торговля Шла Бы Неплохо Так Значит Если Б Планируйте Презону Если Ваш Что На Продажу Боюсь Я Не Взял С С С С С С Что Не Займет Несколько Недель Так У меня Больше Нет Вопросов Я Не стану Помогать Я Немедленно Покончу С Я Вернусь Блин Вроде Неплохой Мужик Вроде Неплохой Всем Будет Вроде Плюс Единственное То Что Действительно Может быть Какая Там Хитра Подоплека Какая Хитрая Подоплека В плане Захвата Власти То Он Сам Ой Дарова Привет Су Витамин Вы же не собираетесь Входить за стены Правда Там столько Кобальтов Разве Кобальты Еще не ушли Ушли Из вершины Да Но кто знает Что они Там затевают Обычно Кобальты Трусят А эти Они Способны На что угодно В любом случае Если вы Пойдете туда Будьте осторожны В это время года На дороге Кого только Не встретишь Ладно Я понял Так У нас здесь Получаться Где мы На карте А В предгорье Ага Дом Блейка Это дальше Пипец А мы Как раз Отсюда И вышли Да Да Все Отлично Пожалуйста Вы должны Мне помочь Здорово Помогите Мне Кто-нибудь Помогите О Витамин Слава Богам Что вы Здесь Вы должны Помочь Мне Умоляю 100 рублей Кобальты Напали на наш дом Мы с Адамом Были Это не Ева Мы с Адамом Были Еще в постели Когда они Ворвались в комнату Мы вылезли Из окна Он помог Мне спуститься А сам вернулся К парадной двери Он пошел За крошкой Тинаном Но не вернулся Тинану Всего 2 месяца О пожалуйста Витамин Вы должны Их спасти 100 рублей Я же тебе говорю Значит у нас Нет времени Я сделаю Все что смогу Спасибо вам Витамин Пожалуйста Спешите Спасите Бои себе Так Все Ладно Пойдем Спасем А ну Прямо Так Давай Так Давай Сразу На второй этаж Ну все И норм Кобальт Разбойник А ты что Нифига Ип Ип Мой украсть Мелкий детеныш Уродский мужчина Человек Теперь Мой Командой Твоя Ип Дай мне ребенка И я отпущу тебя Если ты убьешь ребенка Мне придется убить тебя Дай мне ребенка Я обещаю тебе Быстро Так Давай Если ты убьешь ребенка Мне придется убить тебя Ну уж Нет Ип Кобальт Любит детки Твоя тоже любить Если Твоя Хотеть Детку Ип Твоя Дай мне взамен Хороший блестячий камень Ип А я Видит человек Внизу Очень хороший Блестючка Твой Пойти И давать его Ип Выходить ребенку У Кобальда Убеждение Так Вот славный Блестящий камень И теперь Отдай мне ребенка Так Сыграю песенку Чтобы успокоить его Блин Вот уже не в первый раз Кстати говоря Вот это лабуда С песнями Давай попробуем Давай попробуем Ребенок плачет И я сыграю песенку Чтобы успокоить его Ип Мой Любить песни Твоя Играть Это хорошо Очаровать Кобальда И украсть ребенка Обалдеть Что Ип Что случилось Ип Твоя Взять Детка Ой-ой Моя Обманули Теперь Моя Платить За этот А И он Нападал Ну 5 опыта Хорошо А давай попробуем Его отпустить Давай его попробуем Убедить То есть Получается Это просто Своеобразный Обман Да Ой Прям Рядом Давай попробуем Так тогда Давай Так Убить Продолжить И получается Убеждение Отдай мне ребенка Или умрешь Провал Ип Твоя Некрепкая Моя Ибед Детка Зачем Твой Мой Давать Детка Просто так Ип Твоя Дать Мой Камеш Сейчас Ладно Выходить Ребенку Вот так Вот Славный Блестящий Камень Теперь Отдай мне Ребенка Так Младенец Получен И флюрит Ага Вот он Убежал Куда-то Да Твоя Вонючая Детка Детка Сильного Нет Насрал Походу Да Слушай А флюрит Это что Такое Это по-моему Фенолоп Флюрит А что за Флюрит Как хоть он Выглядит А вот он Ну нормально Пойдет У меня их Всю игру Собирал Я их Собирал Всю игру Поэтому У меня Их Много Не жалко Так А что Мужика Все Завалили Получается Где он Слушай Мужика Нет Мужа А блин Вот он Лежит Пипец Тело Адама Блейка Лежит На полу В его Доме Оно Несколько Раз Пронзено Мечами Кобальта Очень Жаль Так Аметист А видимо Получается Любой Тогда Камень Любой Камень Подойдет Так Получается Мы Ёпта Нам Ничего Не дали То есть Получается Просто Его Можно Было Убить Но Я не знаю Какие-то Следы Не знаю Кобальты Может Тоже Какие-то Эти Мушедшие Черт его Знают Без лишней крови Обойдемся Где они Где Адам Идет Ана Вы нашли Малыш У меня В кармане Вот ваш Малыш У меня Для вас Хорошие И плохие Новости Что такое Пожалуйста Скажите Мне Что Произошло С ребенком Все в порядке Но Адам Убит Нет Нет Мой Бедный Я Бедный Храбрый Адам Эти Чудовища Убили Его Как Боги Могли Быть Такими Жестокими Но В конце Концов У меня Остался Тинан Он Будет Напоминать Мне Адам Адам У меня Был Мой Дом И Обручальное Кольцо Конечно Теперь Когда Нет Адама Мне Придется Продать Кольцо Просто Чтобы Хоть Как То Перебиться Пока Я Не Найду Работу Так Давайте Сюда Ваше Кольцо Интого Ребенок Может Я Дам Вам Немного Денег О Витамин Я Не Могу Просить Вас Об Если Вы Не Вы Мой Ребенок Тоже Был Был бы Мертв Я Хочу Сказать Это Было Здорово Но Я Сама Должна Справиться Если Продам Золотых Я Бо Никогда Не Поверила Что Можно Было Быть Настолько Великодушным Будьте Уверен Тинан Никогда Не Забудет Своего Спасителя Еще Бы Я Буду Вечно Рассказывать Ему О Вас А Может Быть Когда Он Вырастет То Сможет Сравниться С вами Удачи Вам Витамин Еще Раз Спасибо Вот Интересно Да У Нас 800 Тысяч А Этот Сказал Купить Там Целую Ферму Да А Мечи Там Стоит По 20 Тысяч Я Тогда А Иди Открывай Я Вообще Представляю Не имею Что Тогда Там Вообще Этот С Мечами Олдан Хир Так Кобальдов Нет Так Ладно Это Пока Берем Все Да Я 50 Золотых Дал Ничего Не Зная Все Заберу Все Ой Это Кто Такие Мальчик Привет А Вы Мечтает Заклинание Мам Говорит Что Один Раз Видела Как Дроган Читал Витамин Правда Я Хочу Сказать Искательные Причины Точно Как Вы Да Вы Кто Так Вы Появились Тут Двое Так Там У нас Выход Нам Туда Пока Не надо Кобальд Знахарь Так Где Там Карта Да Вот Выход У нас Здесь Давайте Сначала Здесь Все Осмотрим У нас Кстати Говорят Все Эти Закрыто Проходами Так Что Мы Тут Особо И Нет Сам Мимо То И Не Пройдешь Так Скажем Так У нас Тут Ничего Нет Ничего Нет Окей Прикольно Что Карта Сразу Открыта Так Вот Он Он Сказал Что Они На Ферму Убежали Эти Кобальди А Вот Следы Прям Смотрите Вот Прям Следы Смотрите Следы На Земле Четко Вы Выделяются Маленькие Следы Это Явно Следы Кобальдов Подожди Я помню Куда они Ведут Но Нам Сначала Тут Надо Посмотреть Ух ты Зеленые Споры Кучка Спор Покрытых Зеленой Слизью При Прикосновении К ним Между Рукой Спорами Образуются Длинные Изумрудные Полоски Не знаю Что это Так Давай Золотое Кольцо Опять Восени Колдунья Так Все Это С Предыдущих Серий У нас Это Да Все Понятно Так Давай Еще Тут Быстренько Осмотримся Чуть Все Заросло Тут Пипец Давно Видать Никого Не было Ну ладно Поперли Погреб Нифига Так Кто там Умри Ой Умри 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 А Нифига Они Может Отсюда Они Вылезли Смотри Прям Из-под Земли Да Обалдеть Средняя Огненная Ловушка Давай Сюда Фига Прям Из-под Земли Вылезли Ладно Заберем Пока Карты Судьбы Вот они Да Это Необычная Колода Карт Они Украшены Странными Рунами Символами Которых Символы В них Нет Ничего Волшебного Вот мы И раскрыли Загадку Предсказательницы Просто Лохотрон Нет Ничего Волшебного Понятно Понятно Что там За Предсказательницы Я Вижу Что У меня Карты Стырят Понятно Вот так Вот так Вот И Этот Самый Раскусывает Все Умение Черт Возьми Так Давай Глянем Вот здесь Смотри Что То есть Пока Возьмем И Давай Тут Где Небудь Никаких Рож Нету Они Там Что-то Сказали На реку Куда-то Спрыгнули Поэтому Надо бы Посмотреть Так Тут Я так Понимаю Что Они Куда-то Одни На ферму Убежали А потом Чего-то На реку Накуда Спы А Вот Болван Вот Следы Че Они Кстати Говоря Не Подсвечивается То есть Из Из Ниндзя Так А можем Как-то Обойти Вон Тут Можем Обойти Здесь Нет Здесь Нет Здесь Тоже Не Можем Блин Следы Явно Туда Идут Здесь Можем Как-нибудь Туда Пробраться Давай Глянем Не Поход Али Вот Тут Во Во Вот Следы Они Куда-то Туда Идут Так Я Где Ага Блин По-моему Тут Нифига Нельзя Вот Следы Есть Интересно Туда Как-то Можно Было Добраться Ладно Давайте Я Сейчас Побегу Поищу Может Как-то Можно Тут Найти К Этим Следам Было Было Здорово Если Ничего Нет То Тогда Опять В общем Все Я там Ползал Ни черта Там Я не Нашел Если Знаете Ребятушки Подскажите Пожалуйста Я Все Ползал И Причем Следы Туда Уходят Да И Видимо Как-то Можно Туда Попасть Но Не Я Не Нашел Может Сейчас Тут Что-то Скажут Веревку Дадут Или Еще Черт Ладно Это Те Самые Карты Кто Тебя Сказал Что Я Ищу В Я Твитамин Это Точно Карты Джей Это Всего Лишь Так Из Всего Что У нас Играли Кобаль Да Именно Эту Вещь Нам Хотелось Б Вернуть Не Сомневаюсь Что Дашна Я Будет Очень Благодарна Вам И Что Нам С Этого Что Скажешь Витамин Вот Этот Ключ От Ее Повозки Теперь Вам Придется Вам Повезет Она Бесплатно Погадает Где Ее Повозка Прямо У вас Меня За спиной Дашняя Не в настроении Не выходила После нападения Это Быстро Ее Развеселит Так Что Вы Имеете Ввиду Подгадание Дашняя Предсказательница Это У нее В крови Пока Что Она Ни разу Не ошибалась Она Могла Бы Предвидеть Что Лишится Своих Харт Кстати Хорошо Может Вознаграждение Кстати Говоря Неплохо Было Ну Вы можете Поговорить С ней Об этом Это Ее Карты Но На вашем Месте Я бы Попросил Ее Погадать Ладно Давай Попробуем Посмотрим Что Напогадать Денег У нас Много Поэтому Да Подожди А где Вот это Угадал Папец Да Господи Заходи Давай Да Бармалей Нихрена Себе Тут Гарри Путер Опять Пипец Такая Маленькая Повозка И в целый Дом Превратилась Пипец Она Говорит Не Волшебница Приятно Видеть Вас Ой Она Еще И Молодая Старуха Тут Да В чем Дело Что Нужно Высокому Народу В маленькой Повозке Дан Шай Вот У меня Ваш Карты О Верно Верно Значит Это Вы Да Мне Следовало Сразу Понять Кто Ну Что Ну Что Ты Настоящий Пророк Или Жулик Ведь Если Ты Жулик То Я Очень Расстроюсь Ты Сам Должен Решить Двор Независимо От Того Что Скажу Я Так Все Говорят Ненавижу Этого Не Могу Ненавижу Это Не Могу Думаю Вы Хотите Получить Вознаграждение За то Что Вернули Мне Карты И Что Именно И Карты Ваши Мне Нужно Катарина Говорила Что-то О Гадании Деньги Подойдут Ценные Камни Давай Сюда Левуря Женщина Давай Про Гадание Катарина Говорила Что-то О Гадании Ну Конечно Очень Хорошо Мальчик Дашная Заглянет В Твое Будущее Если Это Твое Истинное Желание Это Так Да Мне Бо Этого Хотелось Это Хорошо Хорошо Позволь Дашная Подготовиться Мальчики Мы Посмотрим Что Тебя Ждет В Будущем Ладно Очень Интересно Дашная Видит Перед Собой Перед Тобой Дальнюю Дорогу Подной Опасности Украли Что-то Ценное И Ты Ищешь Это Это В руках Того Кто Кто Спрятался В деревне На востоке Но Это Не Из Но Этот Не Из Деревни Он Испуган Испуган Ислаб Он Попросит Тебя Помощи Мальчик И Ты Не Сможешь Отказать Если Хочешь Вернуть То Что Украдено И Тебе Придется Вернуть Это Опасно Это Дело Опаснее Всего Не Должно Это Попасть К ней В руки Кому В руки Я Не Знаю Я Не Могу Заглянуть Лицо Тому Кто Ищет То Что Ищешь Ты И Не Знаю Почему Будущее Закрыто Ищешь Как же Сложно Не Могу Это Будет Только Начало Действуй Осторожно Детка Очень Осторожно Я Пережу Глотку Ну Это Вообще Пипец Спасибо Вам Дашная Дашная Видит Меньше Чем Ей Хотелось Бы Но Часто Больше Чем Следовало Бы Я Могу Только Надеться Что Мой Жалкий Навык Хоть Чем Поможет Тебе Вообще Ничем А Теперь Я Устала Примей Мою Благодарность Теперь Мы Квиты Дашная Пойдет Спать А тебя Ждут Приключения Надеюсь Тебя Ждет Светлое Будущее Кстати Пацаны Пацаны Я тут Подумал А что Если Нам Мультикласс В колдуна Тогда У нас Там Заклинаний Будет Вообще Мама Не горю А Как Вы На это Смотрите У У Нас Тогда Заклинаний Для Бафов Будет Вообще Просто Какое-то Бешеное Количество Можно Такой Монстр Вот Я Подумаю В колдуна Либо В колдуна Либо В жреца У нас Жрец С харизмой Там У него Проки Будут Просто Пипец Интеллект Можно Подтянуть Ой Какой Интеллект Мудрость Можно Подтянуть А вот С харизмой Они будут Очень Долго В этих Ну Висеть Я не помню У жреца Заклинания Вообще Не помню Но Наверное Баф Так Мальчик Мальчик Давай еще С этой Поговорим Что она там Мы Не любим Обращаться К другим За помощью Но все равно Спасибо Да я понял Ладно Все Поперли Тогда у нас Один выход Добро пожаловать В вершину Второе место Среди Обществ Булума Окей Так Мы везде были Да Да Все поперли Предгорье Вершина О Здесь не открыто Да Вожде мой Деревье Что ты у вас Побрал Так Лень 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 Сразу Все надо смотреть Так Все здесь Открыто Вот этот Вот бандит Конечно Со мной Это прям Вообще Огонь Он еще Этот И Разбойник И жрец Это просто Пипец Разбойник Жрец Просто Пипец О Смертельное Ранение Причем Добрый Блин Сейчас Наверное Надо Надо Что-то Разговор С животными На Какого-то Друина Наверное Искать Так О чем У нас Нет Ничего Да Говорить Животными Нет Нифига Э А почему У меня Заклинание Расширенное Заклинание Барт Недоступно Подожди Почему Так Большое Магическое Оружие А почему Недоступно Ладно Я пока Не знаю Почему Но Видимо Нам надо Просто Подождать Может Я использовал Его Но я точно Оно было Ладно Я что-то Не понял А я Чил Все Я вспомнил Я же Полечился Так 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 Видимо Нам надо Найти Какого-то Друида Вот Вот он Наверное Это друид Черт Смотрите Скрыто А Хитро Хитро Так Олень 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 Так У нас Друидов Там не было Ни одного Да Или был Друид один Был у нас Там Но Блин Тут Что такого Куда я вышел Озеро Помогите Медведь Не хочет Он Рычит То есть Нам Надо Либо Свиток Какой-то Либо Черт Его Знает Ну Короче Ладно Пока С медведем Непонятно Че у нас Так Здесь у нас Проходов Нет Поэтому Остается Только туда Так Здесь тоже Ховальды Мертвой О Ты че там Шевелишься О Ферран Храброе сердце Нифига Он их тут Перевалил Приветствую вас Приветствую вас Друг мой Заходите и согрейтесь У костерка А нет Он есть Извините Пожалуйста Сегодня очень холодно Дорога Как видите Сейчас опаснее Чем обычно Опаснее чем вы думаете Сюда Давайте сюда Дороги Просто гений Вы посмотрите Как идеально Вписалась Эта фраза Я Сегодня Прохладно Сейчас Опаснее чем Обычно Опаснее чем вы думаете Давайте сюда Свои вещи Живо Просто Гениально Блин Обалденно Вообще Классно сделано Так Спасибо Оценю ваше гостеприимство Огонь Ваш мне не нужен У меня есть к вам Так Спасибо Оценю ваше гостеприимство Я бы с удовольствием Поделился с вами хлебом Только к сожалению Сейчас у меня Очень мало припасов Но я все равно Очень рад Обществу Блин Как же классно Диалоги написаны Кстати на скуке Одинаковые почти У тебя завитушек Немножко больше Только и все Надо вот это брать Зимой особенно Когда день Время тянется Так медленно и скучно А теперь Что привело вас Мужчина-человек В наши края Вы изделив не вершина Надо полагать Собственно говоря Я ищу группу ковальдов Напавших на вершину А понятно В таком случае Вам одновременно Повезло и не повезло Ковальды прошли По этой самой дороге Однако как видите Они попали в засаду Я бы А кстати он рейнджер Наверное он же может С этими говорить С зверями Тоже наверное может говорить Я был неподалеку И видел все это Своими глазами Если хотите Я расскажу вам Что видел Наверное медведь Здесь дрался Вот что Да расскажите мне Что случилось Группа гнолов Выскочила из лесу Застав ковальдов Расплох Они обменялись Несколькими словами Которых я не расслышал Мне показалось Что гнолы Чего то требовали Тем не менее Было очевидно Что ковальды Не собираются уступать Они вступили в бой Но у гнолов Было значительное преимущество Несомненно Для ковальдов Это даром не прошло Гнолы здоровые Страшные существа Мне показалось Что несколько ковальдов Побежали к деревне Эльфийских гробниц Древней эльфийской гробницы Группа побольше Отступила на север В горы Вы не вмешивались Не пытались гнаться за ними Зачем И ковальды И гнолы Злые существа Пусть убивают Друг друга Если им так уж хочется Жаль что они Совсем друг друга Не истребили Может и так Но теперь у нас Уже два Следа вместо одного Ну и пусть В любом случае Я здесь не для того Чтобы охотиться На этих тварей Я просто был Случайным свидетелем Их стычки Вот и все Что гнолы Сделали после боя Они конечно Обшарили тела погибших А группу уцелевших Кобальда Взяли в плен И убили на восток И как вы думаете Куда они направились На восток Я не понимаю Возможно Они повернули на юг И пошли в высокий лес Мне говорили Что там есть Несколько пещер гнолов Вы еще что-нибудь видели? На самом деле Не так давно Я видел одного кобальда Выходящего из эльфийской гробницы Он очень быстро бежал Выходящего И он очень быстро бежал И был напуган Возможно посланник Или единственный выживший А вы видели Куда этот побежал? Куда он побежал Как ни странно Он направился на восток Я то думал Что он пойдет На север В горы Восточной Находится Человеческая деревня Блумберг Зачем ему туда? Возможно Он просто растерялся Не могу сказать В любом случае Вряд ли он до сих пор жив Если Сунул свой нос Человеческую деревню Так Расскажите мне Об этой эльфийской гробнице Это Это место погребения Эльфийских воинов Из Аскалхорна Это позорная страница Истории нашего народа И потому Гробница заброшена Мне приходилось Слышать рассказы Об Аскалхорне Это древнее место Но давно разрушенное Я знаю Что оно находилось Где-то в этих краях Но Я не знаю Что он Не знал совсем Что оно рядом Если кобальты Действительно Вошли внутрь А они Долго не проживут Лучше бы им было Остаться снаружи И пасть от лап гнолов Я удивлен Что голоса призраков Разносящиеся в гробнице Не изгнали их Оттуда немедленно Да У меня еще Есть вопросы Конечно Что вы хотите спросить Вы не расскажете мне Истории этой эльфийской гробницы Убеждение Я Думаю не будет вреда Если я расскажу вам Эту историю Хоть вы и не эльфийской крови В этой гробнице Спят воины Из Аск Аскалхорна Столицы и жемчужины В короне Древнего эльфийского народа Эарлан Не сомневаюсь Что вы никогда не слышали Об этом месте Видите ли Оно давно лежит в руинах Потому что его правители Слишком сильно желали власти Они изучали темное искусство В надежде Что это даст им власть И каким-то образом Разрушали себя Эта гробница Все что осталось в память Об их великой гибели Вы чтите память погибших? Разве в таком случае Гробница не должна быть В лучшем состоянии? Может быть В любом случае Это прошлое Так, это прошлое мы предпочитаем забыть, хотя никогда не забудем урод, полученный нами. Видите ли, эту гробницу выстроил мой собственный народ, в память о войнах из Аскалхорна, которые обратились против своих правителей. Они предали собственную страну, но сделали то, что должны были сделать. Это все, что осталось в памяти них. Горькая история, честно говоря. Так, Аскалхорн был где-то здесь. Здесь это старая легенда, даже по эльфийским меркам, витамин. А, я не могу больше говорить об этом. Идите в гробницу сами, если хотите выразить свое уважение. Да, с сундукам и всем сокровищницам мы очень хотим выразить свое почтение, уважение. И что-то там пожелаешь себе, что-то себе придумаешь, все сделаем. Но будьте осторожны. Тут неподалеку есть очень странные следы оленя. Вы что-нибудь об этом знаете? Я-то странно делал, что знаю, какие странные следы. Правда? Значит, вы не так просты, как кажетесь. Эти следы принадлежат неуловимому оленю тени. Это моя добыча. Именно на него я охочусь в этих предгориях. Олень-тень? Конечно. Это редкое и ужасное животное. Чудесное животное. Белое, как снег вокруг нас. И обладающее уникальной способностью сливаться с ветром. Мне отвратительно сама мысль об убийстве такого великолепного животного. Но мне необходимы его рога. Они являются составляющей частью лекарства, способного исцелить мою жену. Как можно охотиться на исчезающих животных? Разве правило убивать одно живое существо, чтобы спасти другое? Так. Возможно... Во. Существо. Так. Давай спросим. Разве правильно убивать же одно живое существо, чтобы спасти другое? Этот олень уникальный и прекрасное создание. Это правда. Но моя жена тоже друг мой. Мне горько убивать оленя, но жену я люблю больше жизни. Я и не ждал, что вы поймете. Просто я должен сделать это. Я должен получить рога оленя тени. Или погибнуть при попытке получить их. Так. Кто ты? Я Ферран Храброе Сердце. Рейнджер и волшебный лучник лесных эльфов из высокого леса. К вашему слугу. Волшебный лучник? Кстати, да. Волшебный... Ой, слушай. Ай, блин, нам, нам, да, это... Блин, слушай, может рейнджера реально взять? Мы из лучника тоже за сандали. Ну, мне кастера охота, конечно. Блин, волшебный лучник. Мне кажется, там вообще шляпа, он так с сандалией будет. Это пипец. Я не помню, для чего его надо. По-моему, обязательно рейнджер должен быть и... И этот... Еще какие-то там условия. Блин, кстати, прикольно. Волшебный лучник? Точно. Один из немногих избранных, посвятивших себя изучению искусства стрельбы из лука. Когда магия и стрельба объединяются в одну дисциплину. Боюсь, этот путь закрыт для вашего рода. А, ну все понятно. Там, видать, только эльфы, да? Хотя я не сомневаюсь, что представители вашей расы великолепно владеют луком. Так, что вы можете рассказать об этом районе? Я мало что могу рассказать. Это предгорье Нижних Гор, а дорога, по которой вы идете, ведет человеческую деревню Блумбер. Некоторые тропы ведут в горы на севере. В Нижних Горах живут кобальты и орки. Лучше остерегайтесь их. К югу отсюда лежат горбницы высокого леса. Это опасное место, если вы с ними не знакомы. Так, давай, неподалеку, да-да-да, группа Гноу. Мне интересно насчет этой помощи его. Так, так, расскажите. Ага, ага, ага. Так, что вы что-нибудь еще видели? Или куда убежал? Вы не вмешивались? Так, ага, ага. Остались еще вопросы. Рассказать, да? Успех, успех. И вот, вот, где-то, так, вы чтите память. Где-то сейчас будет олень. А, нет, нифига, да? Блин, мы, видать, профукали, да? Ладно, приятно было встретиться с вами, дружище. Но, может быть, в другой раз. Так, может, все-таки что-то есть? А, во, рога, олень, тени, отлично. Эльф Рейнджер про имени Ферран ищет рога-муникальное создание известного как олень-тень. Это белый олень, способный телепортироваться на небольшие расстояния, спасаясь от атакующих. Понятно. Главтая. Блин, нифига тут задание-то? Прикол. Ладно, ребятушки, давайте тогда на этом закончим это великолепное повествование. И в прошлой... В прошлой серии. В следующей серии пойдем уже дальше искать этих... И нас, медведем, с этим разобраться. Что там происходит-то вообще? Вот, а на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем всего хорошего. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова